Сейчас у нас уже своя небольшая, но боеспособная армия. У нас был только позитив, а то сделаешь добро людям, и еще потом... Там что-то срочное? Как у нас? Можно говорить о том, что минимизирован курс истории Украины, и он встроен в более масштабный и комплексный курс мировой или всемирной истории. Сейчас будет и читается студентам вместо истории Украины на всех специальностях читается курс всемирной истории, то есть истории всего человечества, истории всего мира. Это оправдано, это адекватно, и это соответствует нашим политическим целям и нашим идеологическим планам, замыслам. Так же, это нормально, да. Эта трансформация заложена в самой идее тех политических и общественных процессов, которые произошли и продолжают происходить в Донбассе. Хорошо, все, тогда перед... Надпись была на украинском языке. На ученом совете университета мы приняли решение, и теперь она на русском языке. Вот в этой части произошло переутверждение. Сегодня семинар о первобытной культуре, да? Да, вы не делаете, да? Наша школа была украинномомной, украиноязычной школой, но была предоставлена возможность родителям выбрать язык обучения. И именно родители уже теперь определяли дальнейший язык обучения детей. На сегодняшний день 90% моих родителей высказали пожелание, чтобы дети учились на русском языке. Будут под контролем, что детям будет оказана помощь, если вдруг необходимо. То есть и родителей. Что касается российских каких-то учебников, программ, ходят слухи. Это все пока что на уровне слухов. Я бы училась в Донецке, я же говорю, если бы не эта ситуация. То есть, ну просто, да. И мама сказала, что там сейчас, ну, небезопасно. Раньше жила в Донецке, но в связи с этой ситуацией мне пришлось выехать. Учусь в Киевском национальном университете Мини-Тараса Шевченко. Ну, изначально, в принципе, я планировала поступать в Киев, но когда началась ситуация в Киеве непонятная, я решила все-таки остаться в Донецке. Но потом, летом, это все опять оправдалось у нас, поэтому я приехала, сдавала за мной здесь. Вот. И решила сюда поступать. Ну, в принципе, во-первых, потому что там небезопасно.